Привет, просветители! Я думаю, вряд ли для кого-то будет секретом тот факт, что многие люди сталкиваются с проблемами восприятия своей внешности. А вот я всегда красавец. И особенно часто это, к сожалению, встречается среди молодежи. Человек еще в жизнь-то толком не вступил, а ему уже успели засадить мысль, что он не очень. Хотя, конечно, если вы подписаны на определенных блогеров, не будем упоминать имена этих гений в суе, то, возможно, вы свято верите в рассказы о том, что в современном обществе стыдно быть красивым. Действительно, у нас же что не топовый аккаунт в Инстаграме, то товарищ весом в 200. Но об этом как-нибудь в другой раз. И как бы некоторые аналитики не пытались нам доказать, что кругом тотальное принятие, и все восторгаются своими телесами, статистика распространения расстройств пищевого поведения, к сожалению, говорит об обратном. 42% девочек 1-3 классов хотят быть стройнее. 81% 10-летних детей боится быть толстыми. 46% детей 9-11 лет иногда или очень часто сидят на диетах. 35-57% девочек-подростков сидят на жесткой диете, голодают, самостоятельно вызывают рвоту, принимают таблетки для похудения или слабительные. И проблема в том, что сколько бы человек не занимался в спортзале, как бы не следил за своим питанием, вероятность того, что отражение в зеркале все равно будет не устраивать, весьма велика. Но опять же, я-то красавец. И вот об этом мне сегодня и хочется поговорить. Нет, не о моей красоте. О том, почему огромное количество людей считают себя некрасивыми. Почему, скорее всего, ты никогда не приблизишься к тому, что ты видишь в интернете. Все знают, что ютуберы миллионеры. Нет. Но тем не менее, когда в этом январе я заплатил налоги, скажу честно, сердечко-то ёкнуло. Но благо мой банк Тинькофф помогает мне не только эти самые налоги платить, но и улучшить мое финансовое состояние. Я говорю о кредитной карте Тинькофф Платинум с кэшбэком и лимитом до 700 тысяч рублей. Во-первых, можно оформить рассрочку на покупку буквально одной кнопкой, без лишних документов и походов в банк. Согласитесь, платить частями гораздо проще. Во-вторых, кэшбэк может достигать 30% бонусами, которые вы можете тратить на компенсацию покупок. Кроме того, Тинькофф Платинум – это быстрое решение о выдаче, бесплатная оперативная доставка карты по всей России, выгодные спецпредложения и 55 дней на закрытие долга без начисления процентов. Я очень надеюсь, что вы понимаете, что не стоит тратить по кредитной карте больше денег, чем вы имеете собственных. Но это так, уточнение. Переходите по ссылке в описании и оформляйте карту. А если вы сделаете это до 8 февраля, то ее обслуживание будет бесплатным навсегда. Цена без акции – 590 рублей в год. Думаю, многим знакома ситуация. Идешь по торговому центру, проходишь мимо какого-то магазина, а там оно. И в зависимости от вкусов, пола и так далее, это может быть платье, джинсы, костюм, неважно. Главное, на манекене эта вещь сидит идеально. Отправляешься в примерочную – что с тобой не так? И самый логичный вывод – пора худеть. Потому что то, что ты видишь в зеркале и то, что красуется на витрине, не имеют ничего общего. Только вот проблема вполне возможно вообще не в твоем теле. Два независимых исследователя оценивали телосложение манекенов – отдельно мужских и женских – с помощью специальных шкал визуальной оценки размера тела. А затем полученные данные усреднялись. В результате авторы обнаружили, что 100% женских манекенов соответствовали критериям крайнего недостатка массы тел. Крайнего недостатка массы тела. Здесь мы уже говорим не о красоте. Речь идет о здоровье. Как некий идеал нам предлагают по факту истощенное тело. Вау, а ты оказывается не вписываешься в эту характеристику. Го худеть! И внимание, здесь речь идет не о каком-то журнале с полной моделью. Куда мир катится? Не о чем-то блоге с воспеванием пышных форм. Люди это видят постоянно. В каждом магазине. 100% манекенов. Да, это британская статистика. Но вы реально думаете, что в России ситуация другая? Хотелось бы, конечно, верить. А теперь давайте посмотрим на мужские манекены. А среди мужских манекенов таких нашли только 8%. И как вам разница? У здоровой женщины вообще нет шанса выглядеть так же, как вот тот образ на витрине. Никогда на тебе вещь не будет так сидеть. Ну, если только не страдаешь от истощения. А вот у парней такой шанс есть. Почему? А потому что худой мужчина не воспевается, как некая мерила. А вот женская худоба, да. И если бы это ничего не значило, у нас бы такими доходными были бы манекены обоих полов. Но, как видите, что-то пошло не так. Более того, для оценки женских манекенов ученым пришлось добавить дополнительное деление к шкале. Намного тоньше, чем изображение самой худой женщины. Настоящая женщина с такой фигурой может быть подвержена повышенному риску инфекционных болезней, аминореи и возможного бесплодия, остеопороза и других проблем. Поэтому идея выглядеть как с витрины, увы, ничего общего со здоровьем не имеет. С другой стороны, можно сказать, но это же всего лишь манекены. Их никто всерьез не воспринимает. В реальной-то жизни все не так. Да, только вот некоторые люди из плоти и крови изо всех сил стремятся приблизиться к этой нечеловеческой худобе. Вот Хайли Бибер, модель, 40 миллионов подписчиков в инстаграме. Ее уж точно в пропаганде ожирения обвинить нельзя. И несложно предположить, что для многих девушек тело Хайли является неким идеалом и вдохновением. Но проблема в том, что по мнению модной индустрии, даже тела Бибер недостаточно. И мы сейчас не о показах говорим, а об обычных фотосессиях. Вы реально считаете, что талия модели на этой фотографии недостаточно хороша? И ее нужно еще уменьшить. Человек и так идеально вписывающийся в стандарты становится еще худее. А соответственно, еще дальше от тела обычного подписчика. И вот второй момент. Когда подобные снимки сравнения появляются, девушке, изнуряющей себя какой-то неадекватной диетой, легче не становится. Уж если тела Хайли недостаточно и его нужно фотошопить, то что ж обо мне говорить. Другой пример Кэндалл Дженнер. Вы ее фигуру видели? Ну, если вспомнить, что у нее 200 миллионов подписчиков, то наверное. Сколько дам отдали бы все, чтобы обладать ее внешностью? Что делает Кэндалл? Накладывает фильтр на тело, чтобы стать еще худее. Эта информация всплывает, и люди понимают, что судя по всему, даже ее тело недостаточно худое. Так что тебе уж точно не стоит на этом весе останавливаться. Хочешь есть, попей водички. Сами знаете, чей девиз. И в случае с Кардашьян Дженнер можете даже не сомневаться. Девочки-подростки хотят им подражать и выглядеть так же. Приехали. У нас уже худые люди считаются недостаточно худыми. Куда ни плюнь, всех очень волнует чужой лишний вес. Ну, это же очень вредно для здоровья. Только вот, чем дальше в лес, тем меньше отношения к ожирению все эти комментарии имеют. У нас, не следящим за собой куском сала, вполне может оказаться человек просто со складкой на талии. Ну, раз не идеальный, знать жирный. Третьего не дано. Логика. Я лично стал свидетелем травли моей знакомой. Тоже блогера. Она выложила фото, на котором наклонилась. И у нее... Вот просто держитесь. Информация шок. Складка на животе. Вы только вдумайтесь. Но она же не следит за собой. Это ожирение. Внимание, вот у меня точно никогда никакого ожирения не было. Большую часть сознательной жизни у меня недобор веса по 20 кг. Да, меня и в больницу с истощением отправляли. И о ужас, у меня тоже в зависимости от позы можно было складки найти. Срочно худеть. Фигура отличается от модельной. Человек похож на человека, а не на отфотошопленную куклу. Ну все, толстяк. А еще... Пропаганда. Еще советую посмотреть ролик Эвелинушки, в котором она рассказывает об оскорблениях из-за набора веса. Ну и Эвелинушка же всем известно, по тонну весит. Но воплощение жира на ножках. И когда ты осознаешь, что люди с такой внешностью встречаются с... Тебя разнесло это нездорово. Понимаешь, что у людей вообще с головушкой проблемы. А как вам вот эти комментарии? Именно благодаря таким дамам остальные девушки думают, Ой, а зачем мне с собой заниматься? Зачем мне красивое тело, если можно быть заплывшей коровой? А когда им как бы намекают, что это неправильно, как с внешней стороны, так и со стороны здоровья, Они начинают визжать. Хорошая мотивация для любительниц есть все подряд. А где эстетика? Где шарм? Мир сошел с ума. Теперь огромные складки жира это норма? Огромный вес это норма? И нездоровое тело? Ага, конечно, давайте скажем это 300-килограммовым людям, Которые страдают от ожирения и диабета. Это намек на то, что можно расслабиться и кушать бургеры тоннами? Забыть про спорт? Такая позиция, к сожалению, плохим образом влияет на здоровье. Особенно с возрастом. А вот сама девушка, которая вызвала такие эмоции в российском инстаграме. Кому-то явно пора лечиться. И это не этой даме. Относительно недавно паблик, внимание, практическая психология, выложил вот этот пост. Психология успеха. Такими и должны быть молодые мамы. Ухоженная женщина. Даже не буду обсуждать идею, что молодые мамы кому-то там что-то должны. Можно как-нибудь без меня? Женщина после родов должна постараться восстановить свое психическое и физическое здоровье. Если уж мы о каких-то там обязанностях говорим. Но уж точно не пытаться беречь чьи-то эстетические чувства. Сама мысль, рожай. Ведь это главная задача женщины. Но при этом не смей выглядеть так, как будто у тебя есть ребенок. Бредово и токсично. Кроме того, здесь интересен и другой момент. Огромное количество людей сравнивают себя со знаменитостями. Если условная Белла Хадид выглядит вот так, то и я должна. Если Хайди Клум буквально через месяц после родов на показе Виктория Сикритс вышагивала, значит и мне нужно. Но проблема в том, что обычный человек с обычной работой, обычными доходами, обычными проблемами, обычным всем сравнивает себя с людьми, для которых поддержание их внешности и есть работа. Только выполнять им ее помогают еще и диетологи, и тренеры, и хирурги. А еще пока молодая мамочка из инстаграма в спортзале попу качает, с ее ребенком няня сидит. Ты просыпаешься, смотришь на себя в зеркало. Красавец. А потом заходишь в инстаграм и видишь их. Со здоровым цветом лица, плоским животом, никаких прыщей, кругов под глазами. Вот каким надо быть. А не вот это вот все. Только вот беда в том, что эти самые они тоже так не выглядят. Вы знаете, сколько лет Дженнифер Лопес? А какая у нее внешность? Да ее тело 20-летней позавидует. А теперь давайте уберем ретушь, идеальную позу, свет. Что? Складка? Срочно худеть! Она все еще выглядит потрясающе. Просто она человек, живой. И тут опять же пугает реакция на подобные фотографии. Люди перестали нормально относиться к живым телам. Хотя, возможно, Джей Ло просто ленивая и жрет все подряд. А вот Кайли Дженнер. Напомню, деньги, возможности, операции. И внимание, и на этих фотографиях она выглядит классно. Но сравнивать-то себя подписчики будут не с этими кадрами, а с фотошопленными постами в инстаграме. И опять же, я очень надеюсь, что вы понимаете, что я показываю эти фотографии не для того, чтобы назвать кого-то некрасивым. Нет. Просто мы себя видим постоянно, а звезд только в те моменты, когда вон те звезды сойдутся. И да, если вы обратитесь к профессиональному фотографу, визажисту и стилисту, уверяю вас, вы тоже будете выглядеть слегка лучше, чем обычно. Недавно популярный блог в инстаграме выложил вот эту фотографию Анны Седоковой с милым комментарием. Аннушка Седокова спела для Космо. Они в благодарность сняли ее без фильтров. Ничего страшного, мой не инстаграм. Какие же админы классные. Ничего страшного. Спасибо вам на добром слове. Если женщина с такой внешностью с пивом потянет, то что делать тем, кого природа не так наградила? Подписчикам предлагают похихихать над внешним видом Седоковой. Но так неудачно выглядят далеко не все женщины. И если подобная, не идеальная Анна повод для насмешек, то как я могу на улице появиться без макияжа? Думает какая-нибудь Маша из Уралмаша. И проблема в том, что мы попали в замкнутый круг. Перед нами идеальные, но совершенно нереальные тела и лица. Мы чувствуем себя плохо. Нам такими не стать. Ну не станешь ты худее Кэндл Дженнер с фотошопом. Как ни старайся. Человек позволяет увидеть себя настоящего. И тонны фекалий вываливаются на уродца. Если вам понравился этот ролик, и вы считаете, что на эту тему важно говорить, и вы хотели бы продолжение, то обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. А я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.